Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вторая лекция из серии «Знакомство с Исламом и Кораном». Сегодняшняя тема у нас Коран и его переводы у татар. Я думаю, регламент сохраним тот же самый, то есть один час я буду рассказывать о содержании лекции и в дальнейшем полчаса, может, оставим на вопросы. Для начала хотел бы сказать, что Коран вообще это знаковая книга для всех мусульман, особенно для татар. Принадлежность к Исламу, она означает, в первую очередь, принятие Корана как священной книги и, соответственно, какая-то своя история, связанная с пониманием Корана и отношением к этому тексту, отчасти, может быть, знанием наизусть и пониманием его содержания. Наверное, я буду комментировать слайды, и в основном вы будете знакомиться с темой лекции по слайдам, и я буду давать кое-какие комментарии, может быть, к этим пунктам, схемам и так далее. Итак, татарская культура, она даже в сравнении с другими мусульманскими народами кораноцентрична. То есть, находясь между Востоком и Западом, татары впитали в себя, скажем так, европейскую передовую мысль и прогресс, и одновременно сохранили мусульманский уклад жизни и мусульманское мировоззрение. И это сделало их первыми пионерами в исламском мире, поставило в авангард истории, и тут мы видим, что по этим пунктам они действительно вот в первую очередь по связи своей с Кораном, они такой декларативной связи, скажем так, они были на первом месте среди других народов. Вот мы видим, что богословы, они значительно больше уделяли внимание Корану, цитировали Коран, призывали Корану, использовали его в своих произведениях, нежели чем хадисы. Это характерно для всех периодов татарского богословия, в том числе и для джидидизма. Хадисы использовались значительно меньше, чем аяты и лексика кораническая. Второй пункт. Татары первыми из мусульманских регионов напечатали текст Корана, который стал главной настольной книгой западных исламоведов. Коран впервые был напечатан в Петербурге, а не в Казани, но даже напечатав в Петербурге он был отредактирован, выпущен с примечанием Мулы Исмаила. То есть это был в любом случае некий отредактированный в том числе татарскими имамами текст. Первыми в России среди мусульманских народов и пятыми среди мусульманских народов татары перевели арабский текст на свой родной язык. Это тоже говорит о многом, но даже если брать мировой контекст, татары были первыми в мировом контексте, но не казанские татары, а белорусские, которые отрывки из Корана уже в шестнадцатом веке перевели на белорусский язык на арабской графике. Ну и наконец, первый печатный перевод всего Корана на татарский, всего Корана я подчеркиваю, был под непосредственным влиянием первого мирового мусульманского перевода. Немножко тут, наверное, можно запутаться. То есть первыми-первыми разные пункты. Здесь просто я хочу дать информацию о том, что Коран для татар был своего рода визитной каточкой. И арабский текст, и перевод его, и вот эту визитную каточку они демонстрировали, не боясь этого, очень рано. И, соответственно, имели длительную историю этого, свою историю интеллектуальную с этим текстом. Ну, с фамилиями, наверное, немножко попозже будем. То есть сейчас я просто намечаю некоторые штрихи, а в дальнейшем уже будем говорить, что за первый текст, мировой перевод, что за первый у татары и так далее. Ну и, наконец, в Шамаиле последний пункт. Татары, в отличие от всех остальных мусульманских народов и наций, культуру Шамаиле очень активно использовали. То есть сюжеты связаны, в первую очередь, надписями, представляющими собой выдержки из Корана. Во вторую очередь, какими-то изображениями мечетей или исламской символики. Все это называлось Шамаилей. И татары очень активно их использовали, вешали на стены, над дверью, в мечети и так далее. То есть Шамаиле являются тоже своего рода отличительной чертой не только тюрков, но и, в первую очередь, татар. Хотя у других тюркских народов они немножко в другой форме, под другим названием тоже имеются. Идем дальше. Как известно из предыдущей лекции, татары находятся в отдалении от центров исламского мира. Это на протяжении всей своей тысячелетней исламской истории. Вот это вот отдаление они очень чутко чувствовали. И необходимо просто понять, что из поколения в поколение необходимо было настраивать себя на вот именно мусульманскую историю, на связь с арабским языком и Кораном. Из поколения в поколение татары-мусульмане они должны были передавать вот свою вот эту вот ассоциацию с далекими, скажем так, братьями по вере, рассказывать и демонстрировать и объяснять это своим детям и внукам. И поэтому вот это вот изучение Корана, это было своего рода приближением к Корану. То есть созданием из Корана знакомого текста. А это было очень сложно сделать. Потому что переводы появляются только в последние несколько веков. Татарский перевод 1885 года. До этого с 922 года практически 900 лет без переводов. То есть только арабский текст. И, конечно же, говорящие на своем языке народы, которые по культуре свои сильно отличаются от арабов, это было достаточно сильной проблемой. И поэтому необходимо было вот это вот отчуждение от ислама, от арабской культуры преодолевать. И это было прямо с самого раннего детства. Воспитывались татары-мусульмане вот именно в этой культуре. И тут я тоже выделил несколько моментов. В первую очередь это медресе. Медресе как форма социализации. Медресе, как я уже говорил тоже на прошлой лекции, они появляются именно в тюркском мире. Потому что до этого в арабских халифатах это было в первую очередь обучение в самой мечети. И, в принципе, это происходит, наверное, и сейчас тоже в арабском мире. То есть отдельные от медресе, даже вот алясхар египетский, это изначально это было обучение тоже в самой мечети. Потом уже было построено отдельное здание. Вот. У тюркских народов же медресе существовали отдельно. И так же и у татар. Вот. Хотя очень часто в академических медресе медресе возглавлял мула. Но это стало ставиться под сомнение во время эпохи джидидизма. И вот в этих медресе переводы Корана в дальнейшем стали представлять собой некие азы ислама, то есть некий учебник по исламу для детей. И вообще у татар вот эти вот переводы и даже богословские тексты самых крупных ученых представлялись собой именно некое учебное пособие, в котором от легкого к сложному идет материал. Все очень четко по пунктам излагается, с самых простых основ. То есть очень похоже, что вот эти богословские произведения изначально, со времени Курсави, они писались именно для молодежи, а не с целью богословских дискуссий между богословами. И то же самое можно сказать и про переводы Корана. Они представляли собой энциклопедию ислама, то есть переводы Корана у татар – это сира, примеры из жизни пророка Мухаммада, это история пророков, начиная с самого первого пророка Адама, мир ему до последнего пророка. это этика охляк, то есть некие хадисы, демонстрирующие нормы поведения, это мир духов и так далее. То есть это любой тавсир татарский, что, в принципе, в дальнейшем мы будем говорить, все равно переводу, представлял из себя огромный внутренний мир переводчика. То есть только по этим переводам можно изучать личность крупнейших татарских богословов. И этого вполне достаточно, потому что в Коране, в переводе Корана, он излагал максимальное количество вопросов, имеющихся в татарском богословии. То есть перевод Корана для татар – это, в принципе, богословское произведение. Далее второй пункт. Бухара и османы как главные адаптаторы ислама и Корана. То есть для татар вот эти две культуры, бухарская, в первую очередь на персидском языке, и османская, они были некими посредниками, медиаторами между арабским миром и своим собственным тюркским миром. И несмотря на то, что источниками являются часто арабские тафсиры или персидские тафсиры, не говорится на каком языке. Но до этого выходили уже османские переложения этих тафсиров, печатные версии. И у меня возникает, я думаю, что как раз, я думаю, достаточно обоснованный вопрос о том, они пользуются ли они как раз вот близкими к своей культуре этими переложениями. Хотя они говорят, мы пользуемся вот этими вот тафсирами. Возможно, так и было. Скорее всего так и было, потому что использование именно тех тафсиров, которые были переведены на османский, а они же только избранные были переведены на османский язык, позволяет мне прийти вот к этому выводу, что они использовали именно османские приложения этих тафсиров очень часто. Следующий пункт знания и верный вельтаншаунг высшей идентичности. То есть для татар для татар знание знание ислама было превыше идентичности. Они всегда себя идентифицировали в первую очередь как мусульмане, во-первых. Но это была даже не идентичность. Это была связь с некой идеологией, идеей. Потому что идентичность все-таки это связь с какой-то общиной, обществом. Здесь этого не было. Потому что после завоевания Казанского ханства, лишения государственности, и это даже заметно по взглядам Курсави, татары неким национальным единством и идеи национального единства не отличались. Это появляется только в начале 20 века. И поэтому всегда идеология для татар была на первом месте по сравнению с языком, с некими обрядами, традициями и так далее. Именно разделение тех или иных взглядов было, я думаю, и было, и сейчас. То есть, некий такой некий идеализм был характерен для татар. Ну и последний пункт, большое место восприятия священных текстов занимают киса и хикматы. То есть, как мы знаем, Коран состоит в первую очередь из двух частей. это коранические рассказы, это повествование о пророках, о гибели народов, которые отвернулись от единобожия. И второе, это нормы, которые предписывает Коран. Для татар было важно, во-первых, понять эти нормы через мудрость. и это мы в дальнейшем тоже по тапсирам это поймем, что татары выбирали не букву, не символ, они выбирали глубокий смысл того или иного выражения той или иной предписанной истины. И тоже КСА или истории тоже говорят об этом. То есть, они видели в пророках неких людей, которые обладали каким-то мировоззрением, мироощущением и на что-то опирались лично. Идем дальше. Сейчас постепенно переходим уже к особенностям татарских переводов, в принципе основе нашей лекции. Чем отличаются именно татарские переводы? Для начала вот первый пункт тапсир как перевод. На самом деле тапсир и перевод это разные вещи. Но для татар это было одно и то же. Нельзя было назвать свой перевод переводом, потому что буквально перевод был запрещен. Нельзя переводить Коран на другой язык именно этим же словом, этим же параллельным словом. Потому что необходимо было несколькими словами приблизить человека к пониманию этого слова. Маджани открыто говорил, что вот буквально перевод арам делать. И поэтому они называли свои переводы скажем так, вот эти вот, потому что первый перевод Фауайт, который появляется в 1885 году, это очень конкретный, это как раз вот ближе к буквальному переводу. Но он тоже назвал его Тафсир Фауайт почему-то. то есть, то есть, для татар Тафсир и перевод это одно и то же. В чем же разница в мировом контексте? Тафсир, он появляется уже во время сахабов. То есть, на арабском языке появляются два вида Тафсира. Один Тафсир на основе предания, другой Тафсир на основе мнения, так называемый. Тафсир Биррай. В принципе, ни один из этих Тафсиров не является, не является, скажем так, выражением точки зрения автора на что-то. То есть, Тафсир на основе предания, это только хадисы и другие аяты, которые помогают больше понять те или иные аяты. И второй источник, это грамматика арабского языка. Тафсир на основе мнения, это некое богословское произведение. То есть, защита, опять же, использования священных текстов, в первую очередь, для доказательства какой-то идеи. То есть, здесь автор имеет свою логику изложения, но тоже опирается непосредственно на священные тексты. И для татар это особенно справедливо, потому что свое мнение Зан, наверное, самый главный предмет бичевания крупнейших татарских богословов. Марджани и Курсави. Ну, наверное, хватит по первому пункту. Я думаю, что, в принципе, понятно, что Тафсиры это то, что принималось, это то, что божественное абсолютно, да, а перевод это 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 адаптация к какой-то культуре. Значит, переводы на другие языки появляются, опять же, уже во время сахабов на греческий язык, на чуть попозже на латинский язык. для татар это, в принципе, для мусульман это, в принципе, не характерно. Первый перевод мусульманский появляется только в восемнадцатом веке. И я думаю, что, хотя открыто об этом не говорят, он связан, в первую очередь, с колонизацией, с попыткой с попыткой противопоставить что-то свое, свой вариант священного текста, тексту, который бы предложили колонизаторы на уже на национальных языках к этому времени. Идем дальше. Цепочка преемственности. Я думаю, времени у нас немного, поэтому давайте слайдов у нас достаточно много, поэтому не будем очень долго останавливаться. Цепочка преемственности. Значит, начиная с самого первого тафсира татарского, они друг на друга опирались. И даже бренд тафсир Нугмани, которые мы многие с вами знаем, это тоже цепочка редакторов изначально. То есть, он сегодня существует в разных версиях. От глубоко дореволюционных до постсоветских. То же самое можно сказать и про другие тафсиры, мы об этом тоже еще поговорим. Далее, предпочтение авторских переводов тафсир бирай в качестве источников. Об этом повествует Марджани в своем произведении. То есть, для Марджани, хотя сам он говорил, что нельзя опираться на мнение свое собственное, тут может просто для непрофессионала возникнуть некая дилемма. То есть, сам он против своего мнения, а сам опирается и использует тафсир на основе мнения. Но здесь нет никакого противоречия, потому что тафсир на основе мнения, тафсир бирай, это не выражение точки зрения переводчика. Это доказательство с помощью, опять же, священных текстов, неких взглядов, которые исходят из самих этих священных текстов. Ну и дальше такие технические моменты, которые для меня, как для исследователя, представляли определенную трудность, например, номера аятов не проставлялись. И вы представляете в суре Бакар, например, почти 300 аятов, и как их сопоставлять между собой, читая оригиналы, достаточно сложно. Арабский текст в этих тафсирах дораволюционных представлен в кавычках, не в кавычках, а в скобочках, и за скобками уже помещалось небуквальное толкование. То есть, объяснение этого текста. Ну и абсолютное большинство переводов выпускались в двух томах. Тут вот представлены самые классические витринные тафсиры, о которых мы еще поговорим, Хамеди и Манкули и Нугмани. Все они были опубликованы в двух томах. Для чего это было сделано? На мой взгляд, на мой взгляд, было сделано для того, чтобы можно было прикасаться к нему без омовения. То есть, есть хадисы, повествующие о том, что нельзя касаться священного текста без омовения. Но речь идет здесь о Коране целиком. Поэтому, если это половина Корана, то на это уже это правило не распространяется. Ну, это моя версия, почему это издавалось, потому что, в принципе, можно было сделать большой один том. Идем дальше. Здесь мы разделим понимание и значение Корана для народа и для интеллектуальной элиты татарской. В принципе, сегодня это разделение достаточно актуально. То есть, для большой массы мусульман важна буква. Важно именно это конкретное слово, этот конкретный символ. Хорошо, что не конкретная буква. Можно было Коран вообще разделить по буквам. И какую-то закономерность выявите здесь тоже. то есть, некие такие технические моменты. И ученые татарские, в том числе, они открыто говорят, что это признак именно гавам, признак простолюдинов, опора на на слово, конкретное слово, которое имеет конкретное материальное значение. Ну, и что для простого населения было достаточно? Конечно, для них, в принципе, почему 900 лет необходимость в переводе всего Корана не существовало? Да, она, наверное, сегодня, в принципе, не существует. Большинство, я не побоюсь сказать, наверное, возьму на себя смелость это сказать, что большинство мусульман, наверное, полностью, полностью Коран на своем родном языке, не говоря уже на арабском, не читало или не помнят. И поэтому, в принципе, для поклонения знание всего коронического текста не требуется. и поэтому вот простое население, оно ограничивалось вот знанием наизусть конкретных сур коротких для ибадата, для поклонения, либо же чуть более продвинутые использовали хавтияки, седьмую часть Корана, тоже в первую очередь для поклонения. там были любимые суры у татар, это ясин или мульк табарок. Вот. И, в принципе, весь коранический текст появляется только когда у татар появляется некая интеллектуальная прослойка к середине XIX века. Идем дальше. И в течение вот этого всего периода 900 лет до появления первых полных переводов Корана татарские ученые использовали арабские тафсиры. Тут я разделил использование арабских тафсиров на две части как самодостаточное произведение, что было на протяжении 900 лет, то есть использовались именно эти тафсиры учеными, имамами для понимания текста. Откуда я беру эти значения из известных может быть единственных в своем виде у татар памятников биобиблиографических это Асар Резафагридзина и Мустафа Дуляхбар Шигабудзина Моржани, в которых они описывают биографии имамов, тем, чем они занимались, и, естественно, не могли пройти вопрос о том, по каким тафсирам они преподавали, по каким тафсирам они понимали Коран, и вот, исходя из количества употребления вот этих вот вещей, я вот сделал вот такую вот некую шкалу первое, второе, третье, четвертое место на первом месте замахшире Кашав, второе место это Байдауи Ануар Ат-Танзиль, третье место Насофи Аль-Мадарик, и четвертое место Джалилейн. Джалилейн, наверное, многие из вас знают, думают, наверное, даже, что, может быть, это самые популярные у татар, но на самом деле он даже далеко отстоит от третьего места. Немножко об этих тафсирах можно поговорить. Первый тафсир замахшире. Тафсир, написанный мутазелитом, то есть рационалистом, скажем так, сектантом с нашей точки зрения. И использование этого тафсира, оно о многом говорит. Во-первых, что рациональная мысль для татар была очень близка. Но последующие тафсиры эту идею они углубляют. Да, рациональная мысль близка. Но Байдауи в тафсире Ануару Ат-Танзиль, он исправил перегибы рационалистические, которые имеются в тафсире Кашав. И поэтому замахшире, конечно, очень глубокий тафсир, очень много чего объясняющий. Помните, я на прошлых слайдах говорил, что татары очень любили мудрость из священных книг. И это в этом же направлении. Ну, во-первых, Мансур за махшире, он не очень сильно сектантские взгляды, то есть реально выводящий из ислама, скажем так, или очень сильно искажающие ислам взгляды, очень ограниченно использовал в своем тафсире. Вот. Ну, во-вторых, просто аналогов этого тафсира по своей глубине, по своей эрудиции, эрудированности, ну, наверное, не существует. То есть, даже арабы, они признают признают качество этого тафсира. махшире. в тех вещах, которые отличают от замахшири, байдавы, он настолько же глубок, настолько, насколько глубок замахшири. Но насофи, в этих вещах, которые разделяют их, он значительно более, скажем так, поверхностен, что ли, чем вот байдавы. это вот точка зрения Маджани. Ну, и с уютой тафсир Джалилейн, конечно, во-первых, своей краткостью привлекал внимание. Вот. То есть, Джалилейн тоже был достаточно широко используемый. но я так понимаю, что особым, своим какой-то, своей какой-то спецификой особой, он то ли не обладал, то ли наши ученые это не зафиксировали. Сейчас про тафсиров, используемых как источник для собственных переводов. и сейчас мы переходим уже непосредственно к переводам, которые сделали сами татары. Мы уже сейчас переходим в некую специальную область, сейчас была область какая-то такая более общая, образовательная, скажем так, которую могут понять непрофессионалы, и потом мы немножко уже уйдем в специализацию для того, чтобы в конце уже нашей лекции обратно вернуться к выводам такого общего плана, и так источники собственных переводов. Это вот очень широко использовался перевод, сделанный османским богословом Интаби. Это был первый османский перевод, сделанный в Египте, но на староосманский язык. Сам Тафсир Тибьян написан был очень рано, и Интаби его только перевел на свой османский язык, и скорее всего использовался именно османский вариант. Следующий, очень популярный Тафсир, который очень жестко критиковал из-за своих выдуманных историй Резафа Хреддинов, Тафсир Хазин, очень популярный Тафсир среди шакирдов татарских медресе. И третий, тоже очень популярный Тафсир, который использовал в первую, тоже очень, очень широко использовался. То есть, первые два Тафсира, они, скажем так, они находились на втором плане, а вот Тафсир Кашифи, его открыто, всегда открыто на него ссылались, причем ссылалась масса мусульман. В первую очередь, даже самый первый русский перевод с оригинала был сделан богославским. Так вот, основа перевода богославского изначальная, то есть, опять же, через османского автора Исмаила Фаруха выходит, опять же, на вот этот вот Тафсир Кашифи. Тафсир Кашифи использовали как джадиды, так как академисты. То есть, это Тафсир такой очень популярный среди очень широких масс мусульманских интеллектуалов. Тафсир Кашифи, написанный Хусаином Ваизом Кашифи в 17 веке, его по-разному называют. Иногда просто Кашифи, иногда Малахиб, иногда Малахиб, иногда Малахиб Алия, ну, полное название Малахиба Алия. Вот. Помимо этих, конечно, использовалось множество Тафсиров. То есть, например, у Иманкули автор диссертации, посвященной этому Тафсиру, насчитал более 40 различных источников его перевода. Идем дальше. Мы переходим уже к витринным классическим татарским Тафсирам. Их будет у нас четыре. Я сразу говорю, я не использовал Тафсиры постсоветского времени, которые были написаны уже, ну, современными богословами, не опирающимися на татарскую экзегетическую традицию. Самый первый Тафсир Хусаина Амирханова, он написан был в 1896 году, то есть, в 1995 году первый том, в 1996 году второй том. Я сначала просто их перечислю, а потом уже будет более подробно говорить про содержание. Второй по по времени публикации Тафсир Нумани, первое издание по вот даты изданий здесь приводятся по статье Резиде Сафиулиной связанной с Тафсирами. Первое издание, 1896 год. Следующий Тафсир, Тафсир Иткан, Фитарджима Тель-Куран, шейху Лесла Махамеди, первое издание, 1907 год. И последний по времени дореволюционный Тафсир, который мы берем, потому что там, опять же, будут выходить Тафсиры, скажем так, которые, во-первых, не присутствуют в полном варианте библиотеки, во-вторых, они не являются богословами, кто их издавал, и поэтому, поскольку у нас речь идет о богословской мысли в первую очередь, то я их исключил. Были Тафсиры, которые утеряны, тоже, тоже мы их исключили. И последний Тасхилюль-Баян, который был опубликован, сделан Мухаммад садыком Иманкули, первое издание, 1910 год. Вот четыре Тафсиры, которые мы будем с вами сравнивать. Значит, двое из них сделаны условно академистами. Это Хусейн Амирханов и Иманкули. И два из них условно, скажем так, все условно, на самом деле, сделаны модернистами джадидами. Это Тафсир сейчас попробуем уже сравнить вот эту вот академистскую. Я уже говорил, что цепочка преемственности, она действовала, сравнить два академистских, скажем так, Тафсира, хотя их академистками нельзя назвать. Почему? Я тоже сейчас хочу объяснить об этом. Тафсир, во-первых, как Хусейн Амирханов, так и Иманкули, они были имамами одной мечети, это мечеть Искитаж в Ново-Татарской Слободе, в Старо-Татарской Слободе. И они, скажем так, сменили друг друга. То есть, Хусейн Амирханов, это ровесник Марджани, примерно. После его смерти преемником ему был его сын Мухаммад Садык. У него был вторым имамом Мухаммад Садык Иманкули. То есть, Иманкули, он был на одно поколение младше, чем Хусейн Амирханов. Это была академистская община, оба они были, скажем так, сторонниками таких консервативных взглядов. Если брать, скажем так, информацию о них. Но, я бы хотел немножко сказать, что это не совсем так, потому что, во-первых, тафсир Хусейн Амирханов, он опирается на явный модернистский тафсир. То есть, его основа это явный модернистский тафсир, самый первый в мусульманском мире, который сделал шах Валиулла Хлеви. Я вас возвращаю к самому первому слайду, к самому первому слайду, который у нас был, что татары были, первый татарский тафсир основан на первом, самым мусульманском полном тафсире. Так вот, самый первый татарский это тафсир Фауайт, и он основан на самом первом общем мусульманском тафсире Шах Валиулла Дахлеви. Шах Валиулла Дахлеви это аналог, чуть более умеренный, Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. То есть, многие даже в своих статьях их сравнивают между собой, многие защищают одного, второго, говорят, что это не совсем так. Ну, по крайней мере, вот эта идея о том, что вот эта модернизация Абдул-Вахаба, скажем так, эта же фигура для пакистанцев и индийцев, это Шах Валиулла Дахлеви, эта мысль существовала и существует. Поэтому назвать Хусаина Амирханова абсолютно академистом, сторонником обычаев, обрядов, старины, ну, не очень правильно. То есть, потому что Шах Валиулла Дахлеви он, во-первых, был сторонником перевода Корана. А это уже модернистская идея. Сама идея перевода Корана, это уже модернизм. То есть, тем более, в первом мусульманском мире. Поэтому тут сложный вопрос. Что касается Иман Кули, наверное, это более справедливо назвать его академистом, хотя тут тоже есть, во-первых, он публиковался в джидидистской газете ЕЛДЭС очень активно. Во-вторых, по его идеям он был сторонником женского образования, ну и так далее. Итак, давайте сравним вот эти два академистских перевода. Смысла сравнивать академистского и джидидистского перевода, наверное, нет. Это, в принципе, наверное, банально. Вот. Мы сравним именно эволюцию академизма. Скажем сразу, что Тавсир Фауайт это, на мой взгляд, субъективный, я уже немножко предвосхищаю наши выводы в дальнейшем. он значительно более превосходит Тавсир Тасхилюль-Бая, несмотря на то, что он раньше написан. Итак, уже к конкретике, к конкретным переводам аятов мы обратимся. Перевод 53-го аята из Суры Бакара. Речь идет там, если вы помните, о том, что бану Исраил после поклонения Тельцу Аллах приказал им убить себя. Католюна анфусакум инда бариикум. Такое выражение. И они переводят вот таким противоположным образом. То есть, несмотря на то, что Фауайт написан раньше, еще в какой-то восемьдесят шестом году. Практически чуть-чуть позже, после смерти Марджани. Он говорит уже, он переводит бариикум как народу. То есть, халака таубя итега с халака с кашинда. То есть, убейте себя ради народа. Другими словами. Естественно, эту версию, когда в период джадидизма академисту нельзя было оставить. Необходимо было возвратиться к исламу, скажем так. Нельзя сказать, что в Коране Аллах говорит, убейте себя ради своего народа или перед своим народом. То есть, тут понятно, что нужно просить прощения у Аллаха, не у своего народа. Да? И не мог иманкули оставить такой перевод. И, конечно, вот он тут перевел именно так, что необходимо просить прощения у Аллаха, и для вас перед Аллахом смерть лучше, чем продолжение жизни. Банально, но, то есть, он возвратился к банальности, скажем так, иманкули. Следующий пример. Перевод сабеи, сабиины. Очень часто это встречается в Коране. Кто такие сабеи? Значит, для Фаваида это просто одна из партий, одна из сект, которые придерживались Акыда Ибрагима. Мир ему, да? То есть, они знали истину, но просто ее игнорировали, не придерживались. Для иманкули, Тасхилюль-Баян, это те, кто вышли из религии, они были нерелигиозными и отвернулись от своего священного писания Торы. И тоже, например, очень часто Фаваид, он переводит слово вахи, которое обычно переводится как, так и переводится как вахи, то есть, некое ниспосланное что-то, да, пророческая миссия, пророчество. Очень часто его переводят Амирханов как просто ильхам, как вдохновение. Ну, действительно, вахи, оно употребляется к очень, к очень, к очень разным объектам в Коране. И, естественно, иманкули не мог оставить вахи как вдохновение. Более того, даже против выражения ильхам очень многие боролись, начиная с Курсави, что ильхам это нечто, что может быть от шайтана, говорил Курсави. Дальше, слово аграф. Знаете, есть такая сура, одна из главных сур в Коране. Так вот, в Тавсире Фавайт это переводится как завеса Парда, а у иманкули как кальга, как некая башня за слонем. Если вы знаете, это нечто, находящееся между раем и адом. Некий замок, в котором находятся люди, которые не там и не там. Вот. И, наконец, последний пример, такое выражение, такое выражение, как атыгу лава, атыгу расул, Амирханов переводит, как просто принятие того, что Аллах не спаслал. А для иманкули этого мало, то есть, необходимо поклонение. Вот такие нюансы. это, конечно, далеко не все. Какие примеры есть в отличиях, но как бы для, я думаю, что лекции, в котором основные слушатели не являются специалистами, этого достаточно. Итак, основная разница, какие-то общие выводы можно сделать по этим двум тофсирам. Значит, иманкули более прямолинейен и много упрощает. Часто ограничивается шаблонными формулировками, общими фразами, то есть, более народен. Скажем так честно, у иманкули нет какой-то авторской специфики, очень мало. У него очень много информации, очень часто эта информация просто сама для себя существует, это некие сведения, то есть, они не являются кирпичиками, формирующими сознание мусульманина, как у Амирханова. Дальше, иманкули более часто не точен. У меня все это есть с примерами, но я думаю, что примерами, например, у нас времени не хватит. Амирхан более конкретен, чаще опирается на ханафитский масхаб, психологичен. Вот психологическую черту, то, как душа воспринимает те или иные вещи, вот очень четко подмечает Амирханов. Ну, и Амирханов очень широко использует цитаты из Шахвалью Ледехлеви, из его Тафсира, по-моему, я не назвал его название, Фатху Рахман называется. Вот, психологичен, раскрывает мудрость содержимого. В целом, иманкули хорошо знает Тафсир Фавайт, то есть предыдущий Тафсир, своего, скажем так, предшественника. Иногда некоторые вещи переписываются без изменений, без редакции практически, он просто берет текст Фавайт и помещает у себя. Ну, и похожую разницу мы в дальнейшем увидим на примере редакции Тафсира Нугмани, который будет как раз вот в следующем. Кейс Тафсира Нугмани. Тафсир Нугмани является брендом, является олицетворением современного татарского Тафсира, татарского перевода. То есть мы не найдем другого перевода, если мы не пожелаем. То есть если мы забьем в любом поисковике перевод на татарский, татарский Тафсир, в любой формулировке у нас выйдет Тафсир Нугмани. То есть он полностью вытеснил все остальные варианты. Я вам скажу, что неспроста он вытеснил, потому что этот текст, половина его, как раз вот полностью первый том написал сам Курсави, без редактуры. Второй том его ученик Мула Нугман бен Амир. То есть это действительно изначально Тафсир Нугмани в своей оригинальной версии, это классический татарский Тафсир. Тоже со своими, конечно, исключениями. Потому что Курсави очень, я на прошлой лекции немножко говорил, очень не татарский богослов. Он общемусульманский, скажем так, даже не ханафитский. Но тем не менее, поскольку он является основателем или самым первым из крупнейших татарских богословов, мы должны его признать как за первый татарский Тафсир. Но постсоветская редакция, она вот эту глубину Тафсира Нугмани, она, к сожалению, практически полностью утратила. И тоже я тут привел сравнение оригинала и постсоветской редакции. Постсоветская редакция, она в двух вариантах существует. В редакции двух имамов, двух мул. Это Нур-Ла Муфлихунов, чистопольский имам, и Камиль Бекчентаев. Камиль Бекчентаев выпустил свой перевод чуть позднее. То есть в 97 году Нур-Ла Муфлихунов. И в 99-м, 2000-м, 2001-м годах, там разные даты существуют, выпустил Камиль Хазрат Бекчентаев свой перевод. И его основанность на переводе Муфлихунов, она очевидна. То есть он тоже, даже больше, чем вот имманкули из тафсиров Авайт, он, наверное, на 70% точно совпадает с редакцией Нур-Ла Муфлихунова. Ну и другие 30% это либо он что-то пропускает, либо берет из других тафсиров, а в основном что-то свое добавляет еще. Итак, сравниваем. Во-первых, вот слово Айб, если для Курсави, я его называю переводом Курсави, оригинал все-таки. Хотя у Курсави был еще и перевод Хафтияка, такой тоже авторский. Ну, на Хафтияке, к сожалению, времени у нас не хватает сегодня. То есть перевод как Гайб, он переводит как «Куран нын гайбтан биргян хабар лярне». То есть тут речь идет о самых первых аятах Суры Бакара. То есть верующие – это те, кто верит в невидимое. И про невидимое сам Курсави говорит, что это нечто, что написано в Коране, но информация о том, что невидимо, просто информация об этом. И очень сильно сужают это значение редакторы. То есть это «Аллаху га хам караны хар сюзине». То есть они Гайб переводят как «Карану» и «Словам Аллаха». То есть Аллаху. Очень буквально, конкретно и, скажем так, очень посредственно, что ли, очень просто. То же самое «Саби-нар». Кто для них «Саби» и «Сабиины»? Для Курсави это «Фариш Таляргета Абу-нашилар». То есть те, кто поклоняются ангелам. Тоже немножко отличается от мнения, помните, академистов. И Муфлихунов говорит, что это «Илдазларгата Абу-нашилар», поклоняющийся звездам. А Бекчиндай вообще говорит, что это чему-то поклоняющийся. «Терленарсегат Абу-нашилар». Разному поклоняющийся, непонятно чему. То есть он не выбрал из двух позиций свою собственную. И, в общем-то, кто такие «Саби» остается для него загадкой. Дальше такая тоже вещь такая узкая, которая узкоспециальная, которая, если вы сможете это понять, она… Вы поймете, что очень часто редакторы постсоветские, они ставили противоположное значение оригинальному тексту. То есть это просто, ну, подлог, что ли, можно назвать. То есть что достаточно, скажем так, наверное, нередко встречается в постсоветском исламе. Потому что, ну, 90-е годы, все мы знаем, что это далеко не традиционный ислам, да, 90-е годы. И тут как раз это явно заметно. То есть Курсави говорит, что… Так же, как и академисты, кстати, предыдущие, он говорит, что Аллах обвинил Бану и Сраил в том, что они выпускали пленных за деньги, за выкуп. То есть нельзя было выпускать пленных. Здесь же постсоветская редакция говорит наоборот, что… То есть выпустите их, наоборот, за деньги. Только не выгоняйте из домов… То есть такую очень комплиментарную, скажем так, человеческому сознанию версию выдают. И она противоположна абсолютно. То есть Аллах наказал. Нельзя было в то время для Бану и Сраил освобождать за выкуп пленных. За это… Это классическая версия. А здесь как бы наоборот. Ну и тоже противоположная версия вот в такой… Такое выражение, как «Литакуна шухадау галян наси». Если… То есть быть шахидом для людей. Для каких людей имеется в виду? Для курсави – это перед пророком. То есть люди должны выступить шахидами, свидетелями перед пророком. Здесь же перед людьми. Здесь же пророк должен стать шахидом перед людьми. Тоже противоположный вариант. И таких, в общем-то, несостыковок, подлогов, упрощений необоснованных очень много. Текст очень сильно сокращен оригинальный. И я не скажу, что пользоваться им нельзя. Пользоваться им тоже можно. Он дает некое понимание. Во-первых, истории татарского ислама до 90-х годов. И понимание о Коране в целом дает. Но, конечно, это уже не тафсир Нугмани. Это не тафсир, написанный курсави. Немножко про выводы расскажем тоже и по линии джидидизма. Итак, акцент здесь смещен с борьбы с неверными язычниками, например, с язычниками, на борьбу с этническими мусульманами. То есть, в 90-е годы Камиль Бекчентаев и Нурлам Муфлихонов, они боролись с этническими мусульманами, с теми, кто не соблюдал предписания, обрядность и так далее. То есть, для них это было более важно. Далее, постсоветские редакторы сужают значение до обрядности. То есть, для них самым первым является, ну, наверное, это тоже обоснованно, то есть, с атеистического времени необходимо было сначала азы ислама выучить, а потом уже как бы все остальное, правильную акиду там и так далее. Поэтому их понять тоже можно, но, конечно, это искажение основного текста. Далее, часто встречается прямой подлог, причем у обоих редакторов. Например, Курсави говорит о том, что лучше, если оставить убийцу в живых, а редакторы пишут, что ваше спокойствие, благополучие в ответном убийстве. Тоже это как бы явная противоположная редактура, то есть, иной смысл выводится. То есть, значение не только изменяется, но и радикализируется. Курсави привязывает к необходимости, то есть, вообще религия, она всегда основывается на необходимости. То есть, необходимо вести джихад, когда на тебя нападают. Необходимо исправить, если что-то происходит не по религии. Необходимо включиться, когда этого требует ситуация. Это очень важно. Особенно для татар. Заруриад Диния, необходимость, ну, очень принципиальная для татар вещь. Но Камиль Бекчентаев говорит об общих закономерностях. Например, нужно сражаться всегда с неверными. Ну, в таких общих постановлениях, что ли, религиозных. Мы подходим уже к концу. И, наконец, я хотел бы вот на эти вопросы ответить, которые тут представлены. Вот есть несколько крупных тафсиров, татарских, классических, витринных, я бы назвал, да, которые, как правило, выставляют, когда говорят о татарских тафсирах. Они были популярны за рубежом, издавались в Катаре. Вот. И даже в советское время циркулировали среди татарской диаспоры за рубежом. Итак, вот на эти вопросы давайте попробуем ответить. Самый оригинальный из тафсиров. Оригинальный не в смысле такой, что-то такое сказать для того, чтобы там всех размешить и так далее. Оригинальный в смысле своей аутентичности, что ли. То есть, меньше основы на других тафсирах, а большая основа на каких-то богословских произведениях, что ли, на своей собственной татарской традиции. Я думаю, что из всех-то этих тафсиров, ну, наиболее оригинальный, наверное, все-таки это тафсир Нугмани. Вот. В своей оригинальной версии. Самый популярный тоже, наверное, это тафсир. Вот. К счастью или к несчастью, вот в последних редакциях. Самый лучший тафсир, наверное, тафсир Фауайт. Но, к сожалению, в отличие от всех остальных тафсиров, указанных, он на кириллице не издан. Даже второй том, первый том в такой очень сильно потрепанной версии есть в электронном варианте. Второго тома, к сожалению, в электронном варианте нет. Его надо читать в отделе редких руписей Лобачевской библиотеки. Ну, по своему качеству, по точности, он превосходит, я думаю, что... Или, по крайней мере, на одном уровне с оригиналом тафсира Курсави, тафсир Нугмани. Ну, и самый прогрессивный, скажем так, в кавычках, потому что я все-таки не считаю, что вообще можно разделять на прогрессивный, консервативный или реакционный тафсиры. Но я думаю, что самый тафсир, опять же, который далеко смотрел, очень на дальнюю перспективу, опять же, тафсир Нугмани, скорее всего. То есть, вот по трем пунктам все опережают именно тафсир Нугмани. Ну, и мы с вами переходим к общим выводам по всей лекции. Татарские переводы Корана представляют собой энциклопедию ислама. Они настолько полны, что отражают целостное мировоззрение богослова, не порождая необходимости в дополнительных богословских текстах. Об этом я уже говорил, что это была книга всей их жизни, авторов этих переводов. То есть, они над ней работали, каждый из них, любого из них, если взять, десятилетия, причем не одно. Период джадидизма напоминает постперестроечный период своей вульгарной интерпретации, упрощением и сужением смысла. Ну, то, что мы видели с вами. Как Имман Кулий заимствовал у тафсира Фауаи, так и постсоветские редакторы заимствовали у, открыто, не стесняясь, заимствовали у тафсира, доревационного тафсира Нугмани. То есть, это было такое время упрощения период джадидизма и время постперестроечное. И, конечно, по ним не нужно судить о татарской традиции, о глубокой татарской традиции. Хотя их знать тоже нужно, потому что они являются плодом своего времени, эти переводчики. Татарская экзегетика имеет глубокие корни в классическом богословии. Эти корни уходят в общей мусульманскую традицию. И наша задача с вами состоит в том, чтобы от этой хабли... Ну, хабли, а такой неологизм. Если вы знаете, есть в Коране такой аят, что нужно держаться за общую нить и не разделяться. Она называется нить, это как раз хабли. И вот для татар как раз этой хабли является глубокая экзегетическая традиция. Я думаю, именно она формирует системное мышление. К сожалению, вот в последующих современных тафсирах вот это системное мышление, оно, к сожалению, отсутствует. Именно система, схема в голове, она необходима должна существовать. Она именно связана с знанием, изучением своей традиции. Спасибо за внимание, спасибо за понимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Бласа Корректор А.Егорова